Мы живем в непростое время, в условиях работающих на пределе возможного системы здравоохранения в противостоянии коронавирусу. Медики всех больниц оказались на передовой, самоотверженно сражаясь за жизни людей. Они исполняют свой долг и совершают подвиг изо дня в день. К этим героям нашего времени, к медикам Брестской детской областной больницы, приехал архиепископ Брестский Кобринский Иоанн, который отметил, что врачи – коллеги священнослужителей. Они работают ради одного – исцеления. Врачам необходимо проявлять все свое умение и талант, и, конечно, самое главное, наверное, любовь, сердце, свое сердце отдать другому. И они делают это с успехом. Мы можем в этом убедиться, мы можем это видеть. И, конечно, церковь не может оставаться в стороне, потому что служение ближнему – это долг каждого человека. И церковь проповедует об этом, говорит об этом, потому что это слова Христа, который сказал – нет больше той любви, если кто отдаст душу свою за други своя. Архиепископ Брестский Кобринский Иоанн совершил молитву за всех тех, кто на деле исполняет заповедь о любви к ближнему. И наградил порядка 60 врачей патриаршами, экзаршами и архиерейскими наградами. Владыка от себя лично поблагодарил каждого медицинского работника за их нелегкие, связанные с риском для жизни, труд. На сегодняшний день повод же – это борьба с той же коронавирусной инфекцией. Может, наш вклад менее заметен, чем там, я пишу, слава богу, дети болеют меньше, но, тем не менее, довольно немалый поток, он был сориентирован на нас. Многих даже по тем постановленным приказам мы отдаем инфекционную больницу, а многих мы, в принципе, отдать не можем, потому что понимаем, что нужно обладать и оборудованием специальным, и знаниями специальными, чтобы у этих детей появлялся шанс на жизнь, и у нас как бы все это получилось. Руководство Брестской детской областной больницы – врачи, медсестры, младший медперсонал – все они сражаются с коронавирусной инфекцией, и каждый из них достоин наград и благодарностей. Ведь простое и искреннее спасибо может стать хорошей опорой и стимулом для продолжения этой борьбы. С учетом непростой ситуации того, что у нас сейчас все знают, что пандемия во всем мире, к сожалению, люди болеют тяжело, к сожалению, погибают, дети тоже болеют, и детки маленькие болеют, то такие визиты и такой праздник придают сил, и всегда становится на душе легче, и работать становится приятней. Все эти люди продолжают трудиться на пределе своих возможностей и проявляют не только профессиональное, но и лучшие человеческие качества – любовь и заботу к ближнему. А потому благодарность, которую получили врачи от священнослужителей и церкви, будет поддержкой и благословением в их непростом деле.